Боксеры Боксеры Он не покинул рейтинг, поскольку многие считают, что он выиграл в бою против Уорда Реванш вполне может принести ему более сумму, чем те 2 миллиона долларов, которые он заработал в первом бою А победа в реванше может гарантировать Ковалеву миллионные гонорары с любым соперником На пятом месте Мэнни Пакьяо В своем следующем поединке филиппинец может встретиться с малоизвестным Джеффом Хорном Причем бой в США, скорее всего, будет показан в общественном эфире, а не на Pay-Per-View Но даже в таком случае Пакьяо заработает больше, чем большинство боксеров зарабатывает за всю карьеру Шестое место Владимир Ключко и Энтони Джошуа Возможно, это небольшое жульничество ставить двух боксеров на одну позицию Но с учетом их апрельского поединка, мы считаем, что они должны быть рядом Если победитель этого боя еще раз в 2017 году выйдет на ринг, то вполне может стать самым высокооплачиваемым боксером года Седьмое место Кит Турман Бой против Портера посмотрело более 3 миллионов человек В марте его ждет поединок против Дэнни Гарсии И поединок может серьезно приблизить Турмана к статусу суперзвезды На восьмом месте Дэнте Уайлдер В феврале Уайлдер встретится с Анджеем Вабжиком После этого Уайлдеру будет открыт путь к победителю боя Кличко Джошуа Девятое место Теренс Крофорд 2017 год может стать для него прорывом Но для этого ему нужно встретиться с Мэнни Пакьяо и победить его Вероятность этого боя в первой половине года мала Но не исключено, что такой бой мог бы состояться в конце года И замыкает рейтинг Василий Ломаченко В свой первый гонорар в размере 1 миллиона долларов Василий получил в всего восьмом поединке Если Ломаченко будет идти вперед таким же темпом То через несколько лет он может стабильно входить Не только в десятку лучших боксеров мира Но и в десятку самых высокооплачиваемых боксеров Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»